Ну что, ребят, добро проводить на восьмой этап Формула-1 на Грам-при Франции, где нам приехало, наконец-то, долгожданное большое обновление в области снижения логового сопротивления. Что ж, скорость у нас увеличилась, в принципе, на прямых, и, да, болит стал быстрее ехать, но поможет ли нам это одолеть Вильямсов, мы это узнаем уже в самой гонке. Кстати, квалификация прошла не очень, конечно, во втором сегменте мне удалось выйти на суперсофте в третий, за счет этого я могу теперь ехать на один пидстоп и также еще вышел Вандорн, но в третьем сегменте, к сожалению, первая попытка была не сильно удачная, ну а на вторую я уже просто банально не успел, и по итогу 10 место на стартовой решетке, да, отличное начало, отличное, ух, хотя бы Вандорн на седьмом месте стартует, ну, хоть что-то уже, значит, что-то все-таки работать в нашем болиде. Собственно, Франция, один из моих любимых треков, стал, хотя вот до F1 ни разу в нем не ездил, но вот как после F1 поездил, мне довольно понравился трек сильно, потому что он довольно скоростной. И в этом плане новая модификация на снижение лбового сопротивления нам очень сильно поможет на этой трассе, поскольку без нее бы мы, скорее всего, не смогли бороться с Вильямсом, а на тут уже посмотрим, как я уже говорил ранее. Окей, стартовая решетка, как обычно, у нас Лэнстрова на первом месте, на втором Сергей Сирокин, на третьем Макс Ферстаппин, на четвертом Ника Хюкенберг, на пятом Вальтре Боттус, на шестом Стофи Вандорн, седьмой Себоттин Феттель, восьмой Шарли Клер, девятый я и десятый Сто Банкон. Ну, кто-то у нас взял штраф, это вроде был Дени Риккардо, ну, как обычно, топ-десятка у нас все время кто-то берет в ней штрафы, обычно это был Райкенен, но тут он с Льюисом отлетел еще в первом секторе квалификации, и я не знаю, как это просто даже произошло банально, но предполагаю то, что это было на суперсофтах, да. Что ж, стратегия на гонку у нас банальная, один пидстоп, и за счет этого одного пидстопа мы будем выигрывать Вильямс, в плане того, что мы будем дольше находиться на трассе. Посмотрим, сможем ли, ну и переходим к самому старту. И, собственно, старт был дан, я срываюсь кое-как с места, опять же, Ликклер очень хорошо срывается с места и проходит тут же Феттеля, я пытаюсь, конечно же, его по внутренней траектории атаковать, но происходит обидный контакт с Феттелем, за чего меня немного сносят, я тут же теряю три позиции, и также из-за того, что я слишком далеко выехал и вернулся на трассу, мне игра еще защитывает нерегально обгон Риккярда, хотя, по сути, я просто возвращался на трассу, из-за чего я пропускаю его и пропускаю еще вперед Магнусона, потому что я снизил скорость, и, соответственно, Магнусон мог меня опередить. Также еще Магнусон так прям задайвил в внутреннюю часть поворота, еще заехал в заднее колесо Риккярда, но ему повезло, он ничего себе не поломал. Собственно, старт с ТВ-камеры, также Мандорн тоже неплохо стартовал по отношению к Ботусу, и он попытался сразу же его пройти. Ну и, собственно, тот самый контакт с Феттелем, который меня просто понесло за пределы трассы, и уже я очень широко, опять же, выехал, из-за этого мне засчитали этот нелегальный обгон. Но, по поводу Магнусона, я с ним быстро разобрался на прямой обратный, подрубив обогащенную смесь и хот-ла-прижим, спокойно его на торможении в шикане опередил. Собственно, ничего нового. Спокойно проходим, и уже гонимся за Даниэль Риккярда. И, собственно, у нас приходит дальше борьба позади между Феррари, Мерседесом и двумя Торророса. По сути, сейчас Торророс является этаким Вильямсом первого сезона. Ну и то, в первом сезоне мы не так уж плохо ехали. Тут же Торророс у нас просто печально едет, как обычно. Хотя, вот, обычно показывала некие тузы в рукаве. По итогу, Риккян попытался обойти Льюисса, но у него это не вышло, и по итогу он еще потерял позицию по отношению к Торроросу одной. Но борьба у них закончилась, они поравнялись, и бок о бок шли больше половины трассы по итогу. Да, конечно же, тут очевидно то, что Райкнин выиграет эту борьбу, но Торророса не собиралась так просто сдаваться Райкнину. Она билась до последнего, но, к сожалению, все-таки, как я говорил, уже уступила. С Риккярда мне удалось расправиться еще на том же первом кругу. В последнем повороте в Шпильке его замедлил неплохо граждан, из-за чего по внутренней траектории смог его обойти. И уже погнался за гражданом, которого я без проблем на обратной прямой смог опередить, опять же, в Шпильке. Собственно, сейчас я могу пользоваться своей скоростью, если не то, какая у нас была скорость на прямой в Австралии. Это просто небо и земля, и сейчас Блит у нас реально едет уже на прямых. Осталось добавить только скорости на поворотах, и все будет вообще идеально. Вандорн также продолжал прорваться впереди. Он уже занял пятое место, но совершил ошибку в Шпильке, из-за чего сразу же откатился на три позиции назад. Благодаря чему Шарлин наконец-то смог атаковать Ботаса. Он его пытался атаковать в первом же повороте, и все дошло у них до контакта, такого же, как у нас был с Феталем. Но тут Ботасу повезло, он не улетел за пределы трассы. И также еще позади этой пары Вандорн возвращал себе позицию по отношению к Ферстаппину. Все-таки разница в покрышках у них есть. У Ферстаппина был суперсофт, так же, как и я, он пошел в третий сегмент именно на суперсофте для стратегии в один пидстоп. Потом Феталь начал постепенно откатываться назад, его начали проходить, его прошел Ферстаппин, прошел я еще в какое-то время. И по итогу Феррари опять начинает проваливаться по темпу. И так же Ботас вернул свою позицию по отношению к Леклеру. Потом на обратной прямой я наконец-то догнал в Переса, из-за того, что Феталь с Ферстаппином начали бороться между собой и затормозили друг друга, и затормозили еще Переса. Я его смог пройти в шикане и уже начал преследовать их. Собственно, через какое-то время я опередил Фетра, как я уже сказал ранее. Через какое-то время Вандорн почти догнал Леклера, но, к сожалению, Ферстаппин начал его атаковать. И по итогу в шикане он его подрезал немного, из-за чего тот замедлился, и я его смог даже пройти. По итогу вот такую мне оказал услугу Ферстаппин. Ну и на следующем кругу, уже спокойно увязавшись за Ферстаппином, я его тоже смог опередить еще в конце первого сектора на торможение. Ну и в следующем был уже Леклер на очереди. Самое главное здесь было не отстать от него на больше, чем одну секунду. Но благо я был все-таки за ним, и Леклер очень сильно стал от Ботаса, в плане того, что у него не было ДРСа. И по итогу на обратной прямой у меня был ДРС, у Леклера нет. Ну и, соответственно, без каких-либо проблем я смог к нему приблизиться за счет Слипстрима и ДРСа и провести атаку в шикане. Но не все так было просто. Я, к сожалению, умудрился зацепить Леклера своим задним колесом, из-за чего он слишком широко пошел поворот. И из-за этого он даже пропустил Ферстаппина, и тут же уже и Вандорна его нагнал. Но всякое бывает у нас все-таки. Через какое-то время после пистопа Вандорн начал терять в скорости. Хотя вот вроде бы в начале гонки все было и отлично, но Фетли он начал тут же проходить. Но, совершив ошибку, он сразу и пропустил еще Эриксона вперед. И также наши лидеры на Вильямсах начали свой прорыв после пистопов. Собственно, путь у них был не особо такой простой. Все-таки прорвался через пилотон в виде Хаса, Френо, Форс Инди и тому подобное. Не самые-таки уж простые противники все-таки. И по итогу они постепенно-постепенно допрорвались. Через какое-то время Феттель снова провел атаку на Вандорна. Но в этот раз она уже была успешной для Феттеля. И по итогу Вандорн продолжил терять позиции. Потом Заобер почему-то решил дать пинкап под задник. Из-за чего решился левой частью переднего найти крыла. И как следствие просто темпы на скоростных участках трассы. Которые все-таки на суду в третьем секторе. Из-за чего он начал постепенно откатываться, конечно же. Ну и по итогу вроде даже заехал на пидстоп. Потом Ботас решил прорваться все-таки уже начать выигрывать свои позиции и обратно отыгрывать. Но Заобер так просто не сдавался. Все-таки у нас сейчас нынче Заобер идет как в Феррари почти. Потому что ну нынче Феррари даже по очкам проигрывает по отношению к Заоберу. Но напрямую Ботас был без ДРС. И из-за этого проходит и Заобер и Рейсбул. Также еще позади уже и Феррари начинала подкатываться. По итогу была следующая ситуация, что у нас две Феррари и два Мерседеса были где-то в середине пилотона и воевали между собой. Даже-то Ботас умудрился проиграть все-таки позицию по отношению к Райкнину вроде бы. Позади тут же Льюис перестроился за Райкнином и прошел также Ботаса за счет Слипстрима. По итогу он начал уже так же отыгрывать уже и Райкнина. По итогу Ботас проиграл сразу 4 позиции за меньше чем половины дистанции. Также на Артуре Феррари тут же напал болид Хаса. И все-таки Хас пусть и проигрывает Феррари, но держится он опять же более-менее рядом. Конечно же бок о бок, но и все-таки да, Хас пока не особо равня Феррари. Хотя и Феррари так же как и Мерседеса что-то проваливается по исследованиям всяким. И Хас сейчас даже пусть и является предпоследним в пилотоне по модификациям, но Феррари может все-таки что-то противопоставить по итогу. Конечно же под конец прямой все-таки Феррари вышла вперед по отношению к Хасу и без каких-либо проблем опять же разобралась. Также позади был виден у нас Вандор. Потом Льюис догнал у нас впереди идущий Заобер наконец-то и смог его опередить. Но также позади него Ботас воевал отважно с Феррари. К сожалению не смог отрывать свою позицию по отношению к Райкнину. И по итогу тут же начал атаковать уже и Феттель. Также позади Вандор уже начал разбираться с Хасом без каких-либо проблем. Прошел его за счет слепстрима от предыдущих болидов. И Ботас также проиграл еще позицию по отношению к Феттелю. После моего выезда из пистопа, это по сути обратно вернемся во времени, я выехал перед Райкниным и Грожаном. По итогу с Грожаном у меня был небольшой контакт, но повезло то, что без каких-либо повреждений. Ну а Райкнин тоже так поравнялся со мной и не более. Это небольшая проблема у трассы именно во Франции, из-за того, что перепорт у нас лет левый, и траектория проходит именно прям по выезду из пидлейна. Но по итогу что мы имеем? Очередное первое место, так как после своего пистопа и после одного круга поездки за Райкнином, больше у меня не было никаких соперников, поскольку все уже шли на второй свой пистоп. Как и Вильямсы, у которых было два пистопа. Конечно да, в теории можно было сделать им один пистоп с Ульджа-Софтом, происходимым на софт. Но такое делали настолько в Форс Индии, вроде в прошлом сезоне. Ну, хотя да, может в теории там у Вильямсы уже взяты последние модификации на износ. И в принципе я думаю, такая стратегия у них была возможна. Но, к счастью моему, они ей не воспользовались. Но по итогу все равно у них второе-третье место. Тут в принципе ничего удивительного. Если я буду выигрывать, то у Вильямсы будут точно второму-третьему гарантированно приезжать. Да, Вильямсы, кстати, недалеко были, особенно Строул. За последние 10 кругов, которые я лидировал, он с 10 секунд где-то смог там немного снять 3 секунды. То есть не как в Китае, когда у меня был опять же такой разрыв, но при этом он снимал намного больше за круг. Тут уже все-таки по скорости мы начинаем уже ездить наравне. Да, конечно, нам не хватает еще скорости в поворотах, как я иногда замечал, именно прижима. Но с этим мы тоже будем постепенно работать. В личном зачете мы также с Строулом сравнялись по очкам. И теперь на следующем этапе мы узнаем, кто у нас будет сейчас занимать первое место в чемпионате. Также с соперником я взял себе Сироткина. Побоялся брать Строул, потому что все-таки мы с ним будем воевать иначе наравне. Вдруг что там и может быть я проиграю ему соперничество. А так мне нужны, по сути, гарантированные очки. Также после этапа нам доступен новый контракт. Но, конечно, он не особо будет новым, поскольку бонусы останутся у нас те же. Просто теперь нам надо будет намного выше финишировать. Ну, в принципе, мы это и можем спокойно делать. Пытался, конечно, взять и третий пидстоп еще, но, к сожалению, это слишком-слишком жирный контракт. Посчитали в команде. Ну, опять же, офигенная ценность. Вроде бы выигрываешь на никакущем болиде в начале сезона, но по итогу команда тебя особо не ценит. Да. Хотя вот, как по мне, надо в новой формуле сделать такой шанс, что ты можешь предложить дорогой контракт по отношению к своей ценности, но он может пройти, к примеру, там, команда на тебя будет возлагать надежды и тому подобное. Например, если ты не будешь оправдывать их, то будет теряться намного быстрее рейтинг и тому подобное. По итогу с третьей попытки, наконец-то, я все-таки взял контракт, такой же, как он был у нас до этого, только вот позиции в гонке, и квалификации у нас теперь стоят четвертые и третьи. В модификациях я беру последнюю модификацию на мощность, которая у нас не приехала, к сожалению, на этот этап, и также решаю уже, наконец-то, начать прокачивать ДРС, то, что нам нужно на прямых, поскольку это дает неплохой такой буст к максимальной скорости на прямой. Также я еще думал, во что вложить дальше ресурсы, куда именно вкладывать, поскольку у нас 1300. Взяв модификацию первую на ДРС, я подумал, что куда бы еще вложить тысячу ресурсов, и в один момент я подумал, почему бы мне не начать докачивать двигатель просто. У нас остается здесь две модификации, это на топливо и ЕРС. Я решил взять модификацию на ЕРС под тук, сколько у нас просто не хватает ЕРС банально на квалификационную кругу в режиме хот-лапа. Надеюсь, эта модификация может нам поможет, кое-как. Ну что ж, на этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до встречи, ребят, пока-пока.